Добрый день, дорогие консерваторцы, все консерваторцы, профессорско-преподавательский состав, студенты, аспиранты, ассистенты, стажеры, сотрудники. Сегодня закончились наши внеочередные каникулы. Это время было нам дано не только для того, чтобы уберечь себя и окружающих от угрозы коронавируса, но и для того, чтобы осмыслить происходящее как в общемировом масштабе, так и в проекции на нашу собственную жизненную позицию. Особые условия нашей жизни сегодня предопределены, с одной стороны, волей государства, предписанным президентом, мэром, органами законодательной и исполнительной власти. С другой стороны, многое сейчас зависит от нас, от наших намерений, разумеется, в рамках дозволенного. Вот об этом я и хочу сейчас поговорить. За эти три каникулярные недели мы очень соскучились по непосредственному живому общению в стенах консерватории. Однако, это не фирмата над паузой. Мы переходим к учебному процессу в онлайн. Это новый дистанционный формат, и мы уже обрели некоторый опыт такого рода. Но прежде всего, это было связано с тем, что мы сразу организовали работу с нашими китайскими студентами волей судьбы, оставшимися у себя на родине. И это было непросто по причине особенностей выхода в интернет в Китайской Народной Республике. Что же сейчас мы должны предпринять с учетом того, что доступ в учебные корпуса консерватории пока запрещен? Учебный год на исходе. И, конечно, все нами запланированное будет выполнено. Разумеется, предстоит откорректировать режим и сроки проведения экзаменационной сессии. И прежде всего, это касается государственной итоговой аттестации. Этот вопрос прояснится, я думаю, в самое ближайшее время, после консультации с нашим учредителем Министерством культуры. Не исключено, что некоторые экзамены, ну, например, защита дипломных работ музыковедами, пройдут в дистанционном режиме. И мы уже обрели некоторый опыт такого рода. В марте, вот совсем недавно, прошел конкурс композиторов и пианистов в онлайн на инструменте, который уже прижился в консерватории. Я имею в виду диск-лавир, рояль фирмы «Ямаха», снабженный определенной электронной начинкой, которая позволяет вести занятия на любом расстоянии, в любой точке земного шара. И уже более 10 профессоров Московской консерватории фортепианного факультета освоили эту практику и очень успешно ее используют. А в апреле мы также в онлайн проведем уже наш консерваторский международный конкурс композиторов имени Мисковского. Широкий и благоприятный резонанс получила наша новая фестивальная программа, которую мы назвали «Московская консерватория онлайн». В первую каникулярную неделю мы провели силами нашего профессионального телевидения прямые концерты из Большого зала консерватории. И там выступили солисты Москвы Юрия Башмета, виртуозы Москвы Владимира Спивакова, пианисты Николай Луганский и Алексей Мельников, органист Константин Волоснов, джазовое трио Даниила Крамера, Петр Гловацкий. А вторая каникулярная неделя была посвящена выпуску в эфир ранее записанных нами концертов. Итак, поговорим теперь об учебном процессе. Что именно и как может быть в нем технически обеспечено. На данный момент мы выбрали программу, предоставленную нам безвозмездно Microsoft Office. Она называется Teams. И хороша еще и тем, что позволяет контролировать режим занятий, проводимых дистанционно. Однако, нашим педагогам предоставлена возможность пользоваться и теми программами, которые они уже практически освоили, которые для них удобны. И для этого надо только согласовать этот вопрос с учебной частью. В дальнейшем не исключено, что Министерство культуры предложит всем вузам, подвязанственным вузам, работать по одной унифицированной программе. Будем мы к этому готовы. Таким образом, все лекции, все семинары, написание рефератов, курсовых, дипломных работ на сегодняшний день технически обеспечены. В целом, это относится и к занятиям по специальности на исполнительских факультетах. Но здесь есть особые проблемные зоны. Ну, например, без доступа в консерваторию, конечно, невозможны занятия на органе, на старинных клавишных инструментах, на некоторых ударных. Поэтому нашим органистам, клавесинистам пока предстоит ограничиться работой на рояле, на фортепиано. И это, конечно, будет учтено при планировании сессии. Сводные репетиции оркестров, хоров до окончания карантина, конечно, невозможно. И поэтому сейчас участникам этих коллективов нужно сосредоточиться под руководством педагогов на подготовке и сдаче своих партий. Это же относится и к вокалистам, занятым в спектаклях нашего оперного театра, а также к участникам ансамбля «Студия новой музыки». В самостоятельной работе под контролем наших преподавателей по специальности на инструменте в нынешних условиях тоже появляются некоторые нюансы. И о них очень хорошо сказал, обратившись к студентам, профессор Юрий Абрамович Башмет. Обязательно прислушайтесь к этому. Но от себя хочу добавить вот что. Для исполнителей работа над музыкальным произведением – это ведь не только вопросы штрихов, аппликатуры, артикуляции, туше, педали и так далее. Это проблема проникновения в авторский замысел. И для этого необходимо погрузиться и в детали биографии творца, и в особенности создания его произведения, и вопросы стиля, жанра, формы. И вот сейчас для этого возникают совершенно особые дополнительные возможности. И, конечно, не пренебрегайте этими возможностями. И также, безусловно, время надо посвятить художественной литературе, хорошим фильмам, записям замечательных концертов. Расширяйте свой кругозор – это замечательная возможность. Ну, а когда вы вновь переступите порог родной консерватории, вас многое порадует. Потому что именно сейчас, уже не боясь шума, закипела работа строительная, ремонтная, реставрационная. Те, кто живет в общежитии, сами видят, что всего за три месяца поднялись 13 этажей нового здания общежития. И уже в этом календарном году оно будет заселено. И, уверяю вас, это очень высококачественная работа, которая уже сделана и которая продолжается. Приводится в порядок и пополняется инструментальный фонд консерватории. Уже освоено новое помещение в первом корпусе для библиотеки. И мы приступаем к реконструкции отдельного, предназначенного для нашей библиотеки здания, примыкающего к Рахманинскому корпусу. Уверен, вернувшись к привычному укладу жизни, мы еще больше будем его ценить. То, что мы должны освоить сегодня, это никоим образом не альтернатива традиции. Это подручное средство, которое помогает нам преодолеть возникшие сейчас препятствия. И в дальнейшем, наверное, многое из того, что мы сегодня осваиваем, нам пригодится. Но дополняя, а никоим образом не заменяя, золотой фонд нами унаследованного. Ну, а сейчас самое главное, берегите себя и друг друга. С Богом! С Богом!